Добрый день, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященных техническому анализу и торговле без индикаторов, расскажу о паттерне консолидация на откате. Как всегда в начале предупреждения о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. С более подробной информацией можно ознакомиться на представленном слайде. Из этого вебинара вы узнаете, как формируется паттерн. Объясню, как его использовать для торговли и покажу, как входить в сделку, используя консолидацию на откате. Ближе к концу занятия будет тест, при помощи которого вы сможете оценить свое понимание этого урока. Друзья, кто хочет принять участие в следующем вебинаре, пожалуйста, регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео. Вебинары проходят каждые две недели по четвергам. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Презентация будет полезна тем, кто хочет познакомиться с графиками подробнее. Также в группе вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Как и большинство паттернов на откате, консолидацию ожидаем на тренде. Для простоты будем разбирать фигуру на восходящей тенденции. Сутью формации будет длительная, для дейтрейдинга более получаса, консолидация, сформированная либо на графическом уровне, либо без очевидного графического уровня. Согласитесь, от того, что мы не увидели уровень, не значит, что его там нет. Третий обязательный признак – обновление максимума. Чаще всего паттерн формируется перед сильным движением в направлении тренда. Почему так происходит, расскажу, когда будем разбираться с причинами формирования фигуры. Также три признака описывают паттерн на нисходящем движении. На нисходящем движении паттерн также может формироваться без видимого графического уровня, или просто мы его не смогли определить. Схема – это хорошо, но посмотрим, как формация выглядит на реальном графике. Первый пример – паттерн сформировался на очевидном графическом уровне. Обратите внимание, консолидация формировалась долго, и после этого цена сильно выросла. Чаще всего такая консолидация предсказывает сильное движение. Когда паттерн формируется без уровня, чаще означает, что мы забыли про технические уровни. В данном случае это круглый уровень 110. Вы узнали о трех основных признаках паттерна. Теперь разберемся, как он формируется и как входить в сделки. Цена на трендовом движении начинает формировать откат. Не обязательно, но хорошо, если от максимума движение пошло резко вниз, и откат сформировался импульсно. После импульсного снижения цена останавливается и формирует желательно узкую консолидацию, то есть консолидацию небольшими свечами. Если мы увидим пробой нижней границы, то это будет V-формация. Как с ней работать, я рассказал в своем вебинаре «Ви-формация на откате». Ссылка на этот вебинар сейчас появится вверху видео. Медведи, которые посчитают консолидацию признаком разворота, войдут в короткие позиции и выставят стопы за верхнюю границу консолидации или за максимум. Эти стопы будут топливом для роста цены, так как стоп-лосс срабатывает как рыночная заявка, а рыночная заявка двигает цену. Поэтому консолидация на откат часто приводит к сильному движению по тренду. Цена идет вверх, активизирует стопы и тем самым разгоняется еще сильнее. Этот паттерн нельзя назвать ловушкой, так как здесь нет провокации на шорт. Но за счет длительной консолидации он создает предпосылки для сильного движения. Если паттерн дает возможность хорошо заработать, то как на нем правильно входить? Один из способов входа – выставить заявки buy stop, там где медведи поставят свои стопы. И когда цена начнет рост, войти в длинную сделку. Здесь важно, чтобы вы правильно перед входом определили направление тренда и уровни. Стоп выставляем за нижнюю границу консолидации. Друзья, у этого паттерна есть еще две законные возможности для входа. Поэтому тем, кто оставит интересные комментарии под видео, получит их схемы. Те, кто успеет написать комментарий в течение первых трех дней после выхода ролика, схемы точек входа получат в любом случае. Это будет награда за решительность. Поэтому подписывайтесь на канал Admiral Markets и нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите новое видео. Для того, чтобы войти на нисходящем тренде, выставляйте заявки sell stop там, где быки выставят свои стопы. И когда цена пойдет вниз, наши короткие сделки будут открыты в направлении тренда. Стоп-лосс выставляем за верхнюю границу консолидации. Трейдинг без практики неэффективен, поэтому очень важно научиться применять полученные знания. А для этого лучше всего закрепить их самостоятельно, пройдя тест. Для прохождения теста вам понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнение каждого упражнения вам будет дано примерно 7 секунд. Это время условно, так как лучше всего при первом выполнении упражнения видео ставить на паузу. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете понять, удалось ли вам понять материал или нет. Если в первый раз не получится, ничего страшного, пересмотрите ролик, в паузах делайте остановки, используйте презентацию к этому видео. Ее можно скачать из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже. Приготовили бумагу и ручку? Очень хорошо. Тогда начинаем. Посмотрите на график и найдите на нем консолидацию. На откате. Готовы? Время пошло. Кто нашел паттерн, поставьте себе 1 балл. Не думаю, что это было сложно. В принципе, здесь можно было найти еще один паттерн. Кто его нашел, напишите в комментариях. Я остановился на этом, так как он очевиден и после него было сильное движение. Второй пример. Задача та же. Нужно найти консолидацию на откате. Готовы? Тогда начали. Кто нашел второй паттерн, добавьте себе еще 1 балл. Как и в первом случае, после формации цена дает возможность взять сильное движение. Третий пример. Приготовились. Начали. Те из вас, кто нашел все три формации, уже догадались, что в первую очередь на графике надо искать узкую консолидацию и уже от нее плясать. Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс 1 балл. Этот пример – вариант классической фигуры. Но есть еще и такой вариант, когда цена не вытягивается в тонкую нитку, а движется в узком боковике. Кто отметил себе этот паттерн, поставьте себе еще 1 балл. Четвертый пример. Здесь задача немного сложнее, так как есть несколько узких консолидаций, поэтому не спешите, подумайте. Готовы? Тогда поехали. Помните, помимо того, что ищем узкую консолидацию, нам нужен еще и тренд. Кто нашел паттерн, добавьте себе еще один балл. Пятый пример. Ищите консолидацию, которая формируется на тренде. Готовы? Тогда начали. Обратите внимание, что в данном случае у нас нет жесткой верхней границы, но есть хорошая нижняя горизонтальная граница. Ее можно использовать для входа, выставив стоп-лимитные заявки «Селл Стоп». Шестой пример. Ищем консолидацию на откате. Готовы? Начали! Удалось найти? Отлично! Кто нашел паттерн, поставьте себе еще один балл. Следующий пример. Здесь консолидация не такая долгая, но все равно в рамках нормы. Помните, я говорил, что нужна консолидация не менее получаса. Но хватит подсказок. Попробуйте сами найти фигуру. Готовы? Начали! Кто нашел паттерн, поставьте себе плюс один балл. Обратите внимание, консолидация была около часа. Пример восьмой. Приготовились! Начали! Кто нашел паттерн? Молодцы! Поставьте себе плюс один балл. Сколько баллов набрали? Отлично! Девятый пример. Приготовились! Время пошло! Думаю, с этим паттерном сложности ни у кого не возникло. Поставьте себе один балл в плюс. Обратите внимание, что входить на этом паттерне в догонку было уже неэффективно. Поэтому так важно заранее просчитывать вероятность движения и намечать места для входа в сделку. Друзья, мы на финише. Осталось одно упражнение. Готовы? Поехали! Кто нашел паттерн? Ставьте себе плюс один балл. А теперь настало время подвести итоги и проверить результаты теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе возможности подумать. Если вы набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 9, это хорошо. Но и его можно значительно улучшить. Если вы набрали 10 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить на своих графиках. Или скачайте презентацию из группы ВКонтакте, учимся зарабатывать на бирже и на графиках сделайте упражнение на время. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им с теми, кому это может быть полезным или напишите комментарий. Ваши отзывы – это лучшая награда. Подписывайтесь на канал Admiral Markets и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!